Ребята всем привет, как спалось? Нормально, хорошо спалось. Пришли такие девочки заплетенные, красивые. Находимся в Джухае, если кто еще не знает. Вот хорошо погуляли здесь, переночевали и сегодня едем в Макао. Кто еще выпуска не видел про Джухае, я оставлю ссылочку в описании. Смотрите у нас какой здесь вид, у нас утро, 9 утра, сейчас пойдем позавтракаем и поедем в Макао. Нашли в общем ребята кафе, здесь продают завтраки, ну и не только завтраки, но сейчас просто люди все завтра, куда-то меню такое. Наш выбор, мы уже не первый раз такие блюда заказывали. В общем не знаем как оно называется, здесь рисовая мука, обдатая паром, яйцо, фарш, грибы, соевый соус, масло, креветка и салат. Это с фаршем. Вкусно? Да, я очень люблю это блюдо. Когда вы жили на даши, мне очень нравилось, там готовили блинышки тоже наели в КП. Сбалансированный завтрак такой, да, сытный? Да, очень сытный, всюду и углеводы, и белки, и жиры. Он не тяжелый, этот блин он очень вкусный, легкий. С рисовой муки, да, мне кажется? Да, да, он из рисовой муки. В общем, нежный очень. Да, блюдо очень такое не тяжелое, действительно, хорошее слово. Дети тоже, кстати, любят. Нравится вам, девчонки? Да. Ой, как вкусно, как вкусно. Вон мое блюдо несут. Ну все, ребята, приятного аппетита. Все мы все съели, было очень вкусно. Девочки, посмотрите, все съели, молодцы. Еще хотела, ребята, порекомендовать вот этот напиток. Очень вкусно будете в Китае. Попробуйте. Это, в общем, соевое молоко с шоколадом, и по вкусу получается какао. Вот прям один в один какао. Очень вкусно. Мы уже в такси. У нас тут, посмотрите, какой водитель. Женщина. Первый раз. На четвертый год живем в Китае, и первый раз у нас водитель женщина в такси. Круто? Она такая иностранца такая какая-то, да? Да, не ожидала. Что-то такое, м-м-м, иностранца. Приехали на вокзал Джухай. В общем, вокзал. Оттуда обычно все выходят с поезда, и, в общем, здесь вот такой вот магазин или какое-то отделение. Не знаю, тут, в общем, всякие снеки продают. Мы решили, в общем, сдать багаж. Тут камера хранения, вот они тут и снеки продают, и вещи, так понимаю, можно оставить. Решили, в общем, оставить рюкзак, чтобы нам посвободнее было гулять по макалу. Оставили наши все покупки здесь. 30 юэне запросили за день. Может быть, детей еще оставим здесь, а? Так, спасибо. Сколько будет стоить, интересно? Поля, он знает, сколько будет стоить здесь, чтобы мы вас оставили? Камера хранения. Камера хранения. Да, вот здесь, вот здесь будешь стоять. Помнишь, мы когда-то были с тобой, когда-то мы были с Катей, на годовщину свадьбы. Кто не видел видео, как мы отдыхали в Макао, смотрите, ссылочка в описании. Ой, два дня гуляли в Макао, ребята, это было вообще потрясающе, без этих спиногрызок. Здесь вот пограничный контроль, здесь именно выход. Все выходят с какими-то сумками, с какими-то снэками, со всякой, в общем, вкуснотищей. Здесь внизу магазинчики, как раз они вот это и продают, видимо, чуть подороже. Вообщем, все что-то тащат именно с Макао. Видимо, там дешево, здесь дорого. А здесь уже именно пограничный контроль, именно вход. Ну все, мы в Макао. На границе встречает много автобусов, вот такие очереди. Автобусы все бесплатные. Автобусы ведут в центр города, к какому-нибудь, какой-нибудь гостинице или какому-нибудь казино. И, собственно, можно воспользоваться этим, этим автобусом, чтобы доехать бесплатно до города. Говорят, весь Макао можно пройти за 40 минут. Мы, в общем, ребят, не стали стоять в очереди, потому что все, видимо, пытаются воспользоваться бесплатным автобусом. А пойдем сейчас, в общем, туда. Вот. Взяли, в общем, карту с достопримечательностями и будем, в общем, по дороге посещать какие-нибудь достопримечательности. Не знаю, в общем, что-нибудь, может, новенькое поглазеем, а может, что-нибудь старенькое поглазеем, потому что мы уже с Катей были, но нам нужно показать Макао нашим девочкам и Татьяне Анатольевне. Правильно? Все. Идем. Посмотрите, какая брусчатка. Везде в Макао вот такие красивые улицы. Здесь разрешены мотоциклы. Продают косметику, аптеки. Название улиц, которые дублируются все на португальском языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончилась пешеходная улица. И здесь уже дорога начинается. Нужно идти по тротуару. И, кстати, ребят, последний раз мы, когда приехали с Макао, у меня остались немножко местных денег, патаки. И я положила ее на карту. Я принесла в банк, чтобы мне обменяли ее на юаня. Но они мне положили ее на мою карту почему-то. Ну ладно, окей, сейчас попробуем зайдем в банк. Банков Чайна. Вот у меня карта этого банка. И попробуем снять местные деньги с карты. Ну ладно. Лискек кэш. Лискек кэш. Лискек кэш. Лискек кэш. Лискек кэш. Вот они, Макао. Макавские. Патаки. Патаки. Татьяна Анатольевна, как вам Макао? Первый взгляд именно. Вот такой самобытный город. Я немножко другое ожидала. Нет, здесь понятно, что такой жилой район. Ну да. Возле границы. Прям вот жилой-прижилой. Старый район, да. Старый район. Похоже, что старый район. Баки, смотрите, как плотничком стоят. Места мало. Ну. Места чувствуется, везде чувствуется, что очень мало места. Везде прям чувствуется. Зато в центр пойдешь, где казино. Ой, там красиво. Да, ребят, наверное, чтобы понять город, чтобы понять страну, какая она, наверное, лучше передвигаться не на такси, не на общественном транспорте, а пешком, ногами. Буквально вот остановились чуть-чуть и начинаешь всматриваться какие-то детали. Я там обнаружил парикмахерскую, они где-то там в каком-то подворотне какой-то там бреют друг друга, там общаются, что-то играют, какой-то кипиш. А когда идешь, это все как-то проходишь все равно. А если едешь, то это вообще пролетает что-то дело. Мы пришли. Мы пришли. В общем, это какой-то буддистский храм. Сейчас посмотрим на горе. Просто самый ближайший. Да, самое ближайшее интересное место, которое было отмечено на карте, мы сюда подошли. Поднимаемся по такой красивой лестнице. Здесь вот такой вот жилой район интересный. Все так по-простому, все так как-то по-обычному. Даже, ну, для нас, для жителей России это немного необычно. Это как-то, как-то, как это выглядит, скажите? Как бараки какие-то. Как бараки, да, какие-то смотрятся. Место мало, все это из-за этого связано. Такой подъемчик достаточно крутой, да? Да, из окнабок. Из окнабок. Они, наверное, тут все такие спортивные. Эти макао-чани. Макао-чани. Как правильно сказать? Ну, жители Макао, наверное, не знаю, склоняется это слово или нет. Макао-цы. Макао-цы. Ты оглянись назад, там такая пещера красивая. Местные жители поют, играют на музыкальных инструментах. Поднялись еще выше. Здесь детская площадка. Здесь пруд. Это место называется Монха-форт. Ничего себе. Я уже второго вижу, выходит, с такими камерами, с такими объективами. Там, похоже, есть что поснимать. Ну да. Идем к крепости Монха. Ага. Тут пушки стоят защитные. Фотографы вот такие ходят. Больше шестидесяти метров над уровнем моря мы поднимаемся. Ооо, смотрите, какая красота. Площадка для полетать, пап. Ага. В тенечке он прячется. Вот ты тоже можешь. Чувствовали? Ну, вот она. Вся крепость. А там прям это шпиль. Пойдем туда. Здесь вот две пушки. Ой, как классно. Обдувает ветерочком. В тенечке, наверное, вообще-то. В тенечке, наверное, вообще-то. Солнышко. Да, в то же время. И вид шикарный открывается. Ух ты, там открыто. Ооо, слышите, ну как красиво. Вид такой открывается. А вон Гран-Лесбо. Ааа. Видно. Вон обычный район китайский. Такой прям бараки такие. А вон видно Гран-Лесбо. Вон. Видишь, вон казино самое большое. Оо, смотрите. Что там? Стадион. Ооо, какой стадион. В общем, красота открывается сверху. А мы решили все-таки спуститься туда. Бесстрашная Вероника зазывает нас настойчиво туда. Если вам там будет что-то интересного. Там простая круглая комната и больше ничего. Ну, давай. Тут ничего. Тут просто вот круглая комната нет. Тут общественного туалета нету. А пушки? Нету. Эхо такое угарное. И пахнет сыростью. Пушка. Она не настоящая. Красота. Сверху, конечно, всегда виды потрясающие. Сверху, конечно. Сверху. 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 Мы сидим в шоке. очень красивая была бабочка на очень красивом цветочки макао чем-то напоминает гонконг потому что вот шире некуда расти растет все вверх вообще мне макао нравится больше чем гонконг когда я сказала слова спросил чем я вот не могла долго ответить чем но потом я поняла мне кажется что макао люди более приветливые более какие-то да в гонконге как-то все на поток что ли посетили одну достопримечательность поглазили окей галочку поставили идем к следующей час наверное пройдемся по нашим старым местам приехали в самый центр бутики банки и ювелирные магазины а все почему потому что здесь очень много казино надо же найти сбыт денег деньги надо тратить до погнали ты ну и что почувствовали себя нищебродами показаны китайской местной валюте макао sky пока там прямо написано цены там тысячи и так далее дорогие уже в американских долларах а вот здесь конце самые дорогие какие-то безумно дорогие я даже не могу понять что это за валюта нарисова много нам налейно рада видимо там много налей не заменяет каким-то иероглифом вот можно посмотреть смотрите украшение 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 он еще украшение снимает там сожалению не разрешили поэтому показать вам ювелирные изделия не получится католический собор очень красиво в общем пора пообедать здесь вот такие вот ребята стоят с такими вывесками показывают что по этой улочке есть ресторанчики честно туда завернем поищем себе и кунти и далее разговаривали с я говорю там много продается говорю по англска и португальской еды он говорит вы не стали пробовать вот эти вот желудок кишки игры нет мы не попробовали попробуйте там говорит вкуснее в макал вкуснее чем гуанчжоу хотите желудок вот вона не разбирает при чем джек рекомендовал именно это место чтобы попробовать вот эти вот патраха полина твое блюдо спайсник но от пайси спорта спайси Харри просто польёт, да, наверное? Да, Харри. Хорошо, спасибо. Горячее. Смотри, айс-крим, милк, тей. Это ты что-то съела сейчас? Ник, сначала горячего. Что я съела? Что я съела, мама? Мне кажется, она желудок съела. Не знаю, но вкусно? Нет, скажи. Вкусно. Вкусно? Это вкусно, вы говорите, да? Да. Пахнет вкусно. Как и вкусно. Вот это вот попробуй. Это другая. А это вот именно, мне кажется, перегородки какие-то. Вот именно резина. Мясо-резинка как-то. Жилы. Жилы-жилы. Нет, это не жилы. Дай Ники попробуй. Вкусно? Да. Дай Ники попробуй. Дай мне попробуй. Сейчас, пусть я вам скажу. Хорошо. Дай мне попробуй. Ника попробуй. Такское лицо было. Короче, кому понравилось? Мне. Мне нет. Нет. Тебе нет? Ну так, как бы попробовать можно, но так, чтобы я второй раз заказал, нет. А нормально. Нет. Что, второй раз заказали бы? Как, да. А мы, ребята, пробуем португальское пиво. 5,2 градуса. Офигеть. Чувствуется крепость. Такое прям термоядерное. Кафе настолько маленькое, что здесь буквально вот зала, кухня где-то либо наверху, либо внизу. Таким вот подачей пользуется лифт. Лифт. Лифт такой, да. Я, ребята, себе заказал зеленый карри с рисом. С курицей, да, получается? Да. Надо это дело попробовать. Хотя Антон, кстати, решила не заморачиваться. Такое же дело. Да, я тоже так тоже сделала. Вкусненько, да, выглядит? И это же зеленый карри, ребята, понимаете? Это зеленый карри. Это очень вкусно. Это должно быть очень вкусно. И каперсы там. Ммм, блин, как клево. Здесь смотрим курица, каперсы. Что мы тут еще имеем? Перец красный. Очень вкусный соус. Просто офигенный. Листья. Листья чего, я не могу понять. Перец, что ли? Короче, офигенный. Остренький такой чуть-чуть. Посмотри, какое у меня блюдо щекарное. Топша, курица. Ой, очень вкусно. Ням-ням. Полина забрала мамой похлебку. Приятного аппетита. Да. Если у вас и нет местной валюты, а есть гонконгский доллар либо юани, то можно рассчитаться ими. Но это не очень выгодно. Поэтому рекомендую вам обменять все-таки либо гонконгский, либо это на местную валюту. И тогда получится дешевле. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. В общем, ребят, дорога ведет к руинам. Те самые руины. Потому что здесь прям сильно много народу. Мясо. Иди попробуй. Все его берут с собой, берут побольше. Зачем? Не знаю. Да. Очень славится оно здесь. Попробовать. Сочек. Вкусное? Не понятно. Непонятно вообще. Ничем не пахнет. О, вот это вкусно было. Дуже вкусно. С черным перцем. Ну и что похоже на что? На мясо. На мясо. На вяленое мясо, да? Да, только почему оно сладкое? В общем, ну что так вкусненько. Непривычненько. И они все так друг от друга отличаются, получается. Этот с черным перцем, этот там еще с чем-то и так далее. Покупать, наверное, не будем, потому что маленько непривычно продукт для нас. Катя говорит, что китайцы очень много покупают это мясо. Очень любят его. А вот мы и пришли к главной достопримечательности данного места. Сан-Пауруин. Посмотрите, сколько там народу. Все покупают печенье, вяленое мясо, рыбу. На улице стоит жара жучайшая. Ужасная. Да. Как вам вообще строение такое? Слушайте, вот так впечатляюще. Причем впечатление еще с начала улицы, когда начинаешь идти. Вот этот поток, эту узкую улицу. От толпы народа? Нет, не от толпы народа. Очень красиво. На возвышенности стоит вот эта стена. Прям, ну прям вау. Я не знаю. Нас-то уже не удивили. Круто, да? Круто, очень круто. Я думаю, что нужно полетать на новом коптере. Поснимать еще раз эту стену. Посмотрим, как она выйдет именно на новый коптер. Белого новогоりました слоя. Да, и everyone. Да, работаю в море. OUGH backward. У вас есть у истории от земли. Вот уже hartёк б donuts. Вот усыдь им demiş. Я помнил, как мама удача. Ведь ты не aviationная любовь. Это свыдь. Люди брали наcier. Износимrado Люди vergessen. Уменьшаем думаю машу. в уровню два дня всех. ТифchoolюautLER. а посмотрите как стена с этой стороны выглядит а вот это все место это все был собор святого павла посмотрите на эту нахалку у меня был на спине рюкзак техника и таскают технику чтобы снимать полетать а этот еще кузнечик залез на меня так небезопасно девушка просто лежит загорает читает в телефоне там тут делает общем все сидят кофе но все еще как-то более-менее под контролем она прям легла сняли в общем 500 местных денег оказалось мало проели прокатали вкусняшками закусили вообще денежки кончились покидаем это красивое место едем на остров завернули буквально чуть-чуть и здесь такая тишина есть всех устраивает фотосессии устраивает сердечко китайцы все так фотографируют не понимаю сердечко сердечко вот эти сюда ничего в сердечко не понимаю что сердечки не получается почему ты будто как-то сделала вот так сделай вот элегантно тишину нарушили это этой улочки смогли бы здесь жить макао бегать вот так наверно по горкам этим если бы выучила язык наверно смогла бы макавский да и были бы молка овчанка такая милая улочка посмотрите машинки вокруг крутится этого фонтанчика кольцевое движение о я там свадьба там фотосессия что ли ли что там происходит католическая церковь святого антонио смотрите как красиво а вот подружки невеста не в одинаковых платьях с бутончиком на руке девчонки кричат они целуются мы хотим еще посмотреть и так просто прикольно сказала сейчас они все поедут за стол кушать ресторан и жили они долго и счастливы все добавить а сейчас мы стоим в очереди на такси кстати наша очередь уже подошла вот здесь вот такой вот логотипчик место здесь и желтая линия нам говорят пожалуйста встаньте в очередь вот покажи людей которые за нами стоят вот подъезжает такси вот очередь мы приехали в казино венецию хотя казино все мигает и сверкает зазывает иди сюда нельзя в казино детям нельзя вот там на деньги играют везде бутики всякие известные бренды рядом казино ты такой поиграл в казино вышел из казино тебе тут дорогие рестораны бутики он сумку пошел купил дорогущую все что ты мог потратить деньги а если ты вышел оттуда проиграл то ты просто до выхода дошел и на автобус и домой зенит небо в страна в учет линии что ты на улице находишься на на как так вот а а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и все, заканчиваем это видео, да? Я думаю, что выходные супер прошли. Вам понравилось? Да. Все. Ребята, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Всем пока. 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 Пока.